Скандал на Украине теперь по кадровому вопросу. Мистер эконом развития Айварас Абрамовичус подал в отставку. Вместе с ним еще четыре министра. И это вызвало на Западе мгновенную реакцию. Вам что, реформы не нравятся? Глава МВФ Кристин Лагард отреагировала более чем резко. Если Абрамовичус говорит правду, то взятые правительством Украины на себя обязательства по борьбе с коррупцией не выполняются. И Киев, судя по всему, понял, так можно и без кредитов остаться. Ведь МВФ прозрачно намекнул, не будет миллиарда семисот миллионов евро, если не будет утвержденной Западом команды правительства. У меня и моей команды нет желания быть ширмой для откровенной коррупции или подконтрольными марионетками для тех, кто хочет в стиле старой власти установить контроль над государственными деньгами. Я не хочу ездить в Давос, рассказывать им о наших успехах, в то время как за моей спиной решаются какие-то вопросы в интересах отдельных людей. За этим заявлением вся история последнего года на Украине, куда сначала позвали иностранных легионеров управлять страной, а потом попытались заставить их играть по украинским правилам. Президент-олигарх Порошенко отнял у тогдашнего губернатора-олигарха Коломойского «Нафтогаз», отдал его в управление Минэкономразвития, а потом из администрации президента очень настойчиво начали давить на Абрамовичуса, требуя официальный контроль над «Нафтогазом» отдать бизнес-партнерам Порошенко. Когда Абрамовичус понял, что сопротивление бесполезно, он решил уйти. Четырех министров из пяти удалось вернуть на чрезвычайном собранном в ночи заседании, но Абрамовичус пока не преклонен, заявляя, что вернется лишь на своих условиях. Одно из них — убрать премьера Яценюка, обвиняемого в коррупции, и посадить на его место американку Наталью Ерейско. Она сейчас министр финансов. Продолжение следует...